Потому что это будет блюдо на компанию. А как же проверить спелость этого плода? Все, я буду уверен, что авокадо не потемнеет. Вот что я имею в виду нашинковать мелко лук. Посмотрите на игру этих красок. И зеленый, и красный. Это какое-то непередаваемое ощущение. Дайте-ка еще раз. Друзья, я вас приветствую на своем канале. Алексей Борисов снова с вами. И как вы поняли, мы сегодня будем делать короля мексиканской кухни. Самый узнаваемый соус это гуакамоле. Не забудь поставить лайк, проверить подписку. И мы начинаем. Первым делом мы берем авокадо. Я рекомендую для соуса гуакамоле использовать авокадо сорта Хас. Он такой, немножко ребристый и довольно-таки темный. А как же проверить спелость этого плода? Пожалуйста, напишите в комментариях. А то вдруг я что-то не знаю. Нам нужно прежде всего разрезать вдоль авокадо, разделить его пополам и удалить пяткой ножа косточку. Если плод спелый, то мы спокойно можем выдавить с кожуры и ничего у нас не останется в руках. То же самое делаем с оставшимися плодами. Чтобы размять авокадо, нам не нужно использовать никаких приспособлений, кроме вилки. Аккуратно, спокойно разминаем вилкой. Рекомендую всячески не тормозить, потому что авокадо боится соприкосновений с воздухом и начинает темнеть. Но для этого мы будем использовать одну хитрость. Обратите внимание, какая у нас получается консистенция. То есть это не полная каша, да? Не однородная история. А с кусочками авокадо. Чтобы это попадалось на зуб, было приятно. Далее, чтобы плод у нас не темнел, я добавлю 2 столовых ложки лимонного сока. Ага. И тщательно перемешаю. Все, я буду уверен, что авокадо не потемнеет. Все, отставляю в сторону. Далее, мне нужен набор специй. Я возьму четверть чайной ложки перца горошком. Отлично. Немного хлопьев чили. Прям. Этого будет достаточно. Есть. Пол чайной ложки соли. У меня будет гималайское среднего помола. Отлично. И два небольших зубчика чеснока. И все это дело мы превращаем в кашицу. Вот таким образом. Получается вот такая паста. Сейчас я ее соберу ложкой и отправлю к авокадо. Соединяем вместе с авокадо. И идем дальше. Одна треть луковицы красного лука мелко-мелко шинкуем. По миллиметру, не более того. Пока нарезаю мелко лук, вспомнил, что мы делали блюдо из мексиканской кухни тако. Я предлагаю посмотреть. Очень сильно рекомендую тем, кто еще не успел. По ссылке в описании спокойно это можно сделать. Вот что я имею в виду нашинковать мелко лук. Отправляем к авокадо. Отлично. Одна небольшая помидорка. Режем ее на 4 части. Удаляем плодоножку. И чайной ложкой я убираю семечки. Мне нужно оставить только мякоть. Убираем, не жалеем. Она всего лишь нам даст воду, а на вкус никак не повлияет. Помидоры также нарезаем кубиком. Но я предлагаю сделать это средним кубиком. Примерно по 2-3 миллиметра каждый. Вот таким образом. Томат отправляется также в чашку. И у нас остался заключительный ингредиент, с которым мы будем работать. Это кинза. Я взял небольшой пучок, и нам нужно его также мелко нашинковать. Закидываем. Отлично. Оливковое масло. Одна столовая ложка. Теперь мы тщательно размешиваем. Посмотрите на игру этих красок. И зеленый, и красный. От зеленого-то несколько оттенков. Перекладываем гуакамоли в миску для подачи. Потому что это будет блюдо на компанию. Далее украшаем мякотью помидора. Вот таким образом. Далее немного красного лука сверху. Вот так вот. И несколько листочков кинзы. Отлично. Готовимся к подаче. Можно сказать, кульминация сегодняшнего ролика. Это дегустация. Я беру начис. Это обыкновенный начис. Без каких-либо добавок. Чтобы максимально прочувствовать весь вкус нашего гуакамоля. Когда я перемешивал, я видел краски. Я видел оттенки зеленого. Но то, что я попробовал, это реально. Эти краски начали играть у меня внутри. Это какое-то непередаваемое ощущение. Дайте-ка еще раз. Что хочу отметить. Это блюдо реально на компанию. Если хотите приготовить это блюдо на компанию. А я всячески рекомендую позвать друзей и удивить их этим блюдом. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Обязательно приготовьте. Ну а я с вами прощаюсь. Я вас благодарю за просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. И не бойтесь экспериментировать. Пока-пока. С Петром Мучачевым мы сейчас пойдем танцевать. А где-то пиво. Сначала мы съедим весь гуакамоле. А чипсы, которые останутся, под пиво пойдут.